Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Сталкивались ли вы когда-нибудь с нелепыми правилами в различных учреждениях и организациях? Такое впечатление, что их придумывают только для того, чтобы разозлить своих посетителей. О том, как можно выйти из похожего случая, наш сегодняшний рассказ. В этом посте рассказывается про одну ситуацию, произошедшую в супермаркете с одной старенькой бабушкой. Но она, в свою очередь, не растерялась и смогла дать отпор наглой кассирше. Старушка в супермаркете уже возле кассовой ленты выкладывает 10 банок с кошачьей едой. Продавщица сказала, мы не отпускаем кошачью еду в таком количестве без доказательства наличия у покупателя кошки. Старушка тихо поворчала, сходила домой, принесла кота и забрала покупку. На следующий день та же бабушка подошла к кассе с 8 большими упаковками с собачьим кормом. Та же история, что и вчера, пока не покажете собаку, товар не продадим. Пришлось бедной старушке опять идти домой и возвращаться в супермаркет с собакой. На следующий день смекалистая старушка, войдя в супермаркет, сразу же направилась к кассе, держа в руках большую картонную коробку с отверстием вверху. «Засуньте туда руку, пожалуйста», – попросила старушка ту же кассиршу. После нескольких секунд колебаний кассирша неохотно просунула руку в коробку. «У меня большое подозрение, что в коробке дерьмо. Вы совершенно правы, милочка. Я зашла за десятью рулонами туалетной бумаги». К слову, спонтанное хамство может очень сильно ранить, и клиенты, приходя к психологу, нередко поднимают этот вопрос. Например, едет человек в автобусе, никого не трогает, страдает от низкого давления, головной боли или просто устал. И вдруг какая-то женщина или незнакомый мужчина набрасывается с упреками и стыдом. «Как можно сидеть такому молодому? Почему не уступил место? Почему не извинился? Не услышал просьбы о передаче денег?» Все эти сообщения могут сопровождаться оскорблениями и нецензурной бранью. В разных культурах, агрессии и основаниях для нападения или сопротивления считаются разные вещи. Например, одна из интересных социальных особенностей, которая существует в том числе и в России, это уверенность мужчин в том, что женщины должны им уступать до руку. Девушки в разных странах проводили эксперименты и убедились, что если они идут навстречу мужчине и отказываются отойти в сторону, вероятность столкновения и вербальной агрессии увеличивается, особенно если мужчина пожилой. Также агрессивными в нашей культуре считаются долгий взгляд без сексуального интереса, отказ уступить место пожилому человеку или ребенку, широкая улыбка, попытка зайти в вагон или автобус до того, как все, совсем все вышли, проход без очереди, внезапная остановка человека, если остальные идут. Все эти вещи могут быть расценены другими людьми, как угроза их передвижению и психологической безопасности, и спровоцировать сверхагрессивный ответ. Что, конечно, не означает, что они правы. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.